МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Развитие медицины высоких технологий, решение кадровых вопросов, продолжение программы по строительству сельских амбулаторий. В региональном Минздраве рассказали о планах развития системы здравоохранения на 2017 год. Подробности в нашем материале. Более 15 тысяч жителей республики завершили первый этап диспансеризации на начало этого года. Причем в ходе обследования чаще всего выявляли именно болезнь системы кровообращения более 20%. Еще несколько лет назад в Мариел были открыты первичные сосудистые отделения в городах Ёшкар-Ала, Волжск, а также в поселке Сернур. На базе Ёшкар-Алинской горбольницы параллельно организовали и региональный сосудистый центр. В 2016 году в Мариел было проведено 460 операций по стентированию сосудов сердца. И это для региона достижения. Еще каких-то 7 лет назад возможности для развития высокотехнологичной медицины в Мариел не было. Первый год, когда у нас объем высокотехнологичной помощи, оказанной в учреждениях республики, превысил объем, который люди получили в федеральных центрах. Я считаю, это большое достижение. И при этом я сразу могу сказать, не взамен, то есть мы не снизили объем, который наши люди получают в федеральных центрах. Мы увеличили в общем объем. Это в 2,3 раза больше, чем в 2012 году. Обнадеживающие тенденции. В республике активно развивается такой вид медицинской помощи, как эндопротезирование тазобедренных суставов. Такие операции теперь делает не только республиканская клиническая больница, но и с прошлого года Волжская центральная горбольница. Это одна из возможностей продлить активное долголетие жителей Мариел. Так, самой пожилой пациентке, которой вставили эндопротез, исполнилось 92 года. У нас сегодня оперативные вмешательства при переломах шейки бедра. Операцией выбора является эндопротезирование. Раньше больные, это люди пожилого возраста, старше, как правило, старше 70, старше 80 лет, получив такую травму, были пожизненно прикованы к постели. На сегодняшний день более 60% таких травм мы прооперировали. Задача, поставленная региональным министерством, максимально активизировать амбулаторно-поликлиническую помощь. Потому в этом году поезд здоровья продолжит колесить по районам республики. Впервые в 2017-м к мобильной форме работы подключатся и врачи-гириаторы. Их задача – комплексное лечение, чтобы качество жизни после перенесенных болезней у пациентов преклонного возраста не ухудшилось. Прием будет вестись в центральных районных больницах и в здравпунктах, строительство которых, кстати, планируется продолжить. Распоряжение главы есть. Мы подготовили предложение по строительству шести фельдшерских здравпунктов и двух фельдшерско-акушерских пунктов. На сегодняшний день ищем механизм государственно-частного партнерства при строительстве этих фаб. Обеспеченность региона профессиональными кадрами – особый вопрос. Сегодня в Морел трудится более двух тысяч врачей. Но этого недостаточно. 283 специалиста еще необходимы. Республика нуждается в педиатрах, терапевтах, акушерах-гинекологах, врачах скорой помощи, анестезиологах, хирургах, неонатологах. И тут мнение министерства однозначно – каждый целевик должен вернуться в республику. Раньше мы столько в суды не обращались. Теперь мы по каждому, кто не вернулся, кто пропал, обращаемся в суд. И через суд пытаемся либо взыскать средства, потраченные на подготовку, либо заставить его все-таки исполнить свои обязательства. В свою очередь министерство обязуется выполнять майские указы президента страны и утвержденную в регионе дорожную карту. По врачам по итогам года мы достигли показателя 32 042 рубля и 153,2% среднемесячного дохода трудовой деятельности. То есть дорожная карта на уровне республики по врачам выполнена и чуть перевыполнена. Активное долголетие – концепция, на которой предстоит сосредоточиться и медикам, и чиновникам. В ближайшие 10 лет стране и Мариел в частности нужно больше здоровых людей трудоспособного возраста, иначе прорыва в экономике придется ждать дольше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова